Всем привет и в этом видео я покажу вам как установить 5FM мультиплеер у GTA 5 в оси обновления. Это мультиплеер, в котором вы сможете найти более 1000 RP серверов для GTA 5. Так как этот мультиплеер является полностью зарубежным, я буду показывать установку на английском языке. Чтобы установить 5FM, нужно открыть официальный сайт. После этого нужно скачать клиент, чтобы установить 5FM. Принимаем лицензионное соглашение и нажимаем здесь, чтобы скачать установщик. После этого запускаем приложение, которое мы скачали. 5FM начнет обновление и установку. После скачивания обновления, нужно нажать Yes, чтобы установить последнюю версию 5FM мультиплеера. После установки нужно еще раз принять лицензионное соглашение. 5FM мультиплеер запустится, но сейчас нужно создать новую учетную запись, потому что без учетной записи мы не сможем запустить большинство RP серверов. Это основное требование. Поэтому зарегистрируйтесь. Введите электронную почту, пароль и имя, которые вы будете использовать на сервере. После этого на вашу электронную почту будет отправлено подтверждение. Теперь мы сможем запустить любой RP сервер на 5FM. Нажмите на кнопку Play, чтобы посмотреть список доступных серверов. Выберите фильтр и регион сервера. Таким способом вы сможете скрыть ненужные сервера, которые вас не интересуют. Также вы сможете сортировать список по количеству онлайна на сервере. Теперь мы можем выбрать сервер, который нас интересует. Но перед запуском сервера нужно запустить свой лаунчер, в котором у нас куплена игра GTA 5. Запустите лаунчер Steam или Epic Games, потому что сервер не запустится, если лаунчер закрытый. Если у вас Rockstar Games лаунчер, тогда он запустится автоматически. После этого мы можем выбрать сервер и запустить его. Каждый сервер имеет свою отдельную версию. Поэтому перед запуском нужно принять условия сервера, иначе вы не сможете запустить сервер. Это не повлияет на основную версию вашей игры GTA 5. После этого сервер запустится, и вы сможете поиграть в роллплей с другими игроками. После запуска сервера нужно ввести имя и фамилию вашего персонажа, само собой вымышленную. Также нужно ввести год рождения персонажа. В начале вашей игры на сервере вы сможете изменить внешний вид вашего персонажа, и после этого вы сможете начать игру. Эти сервера отличаются от GTA Online наличием модов, поэтому вы сможете использовать новый телефон и даже новую карту. На карте вы сможете найти гараж аренды транспорта, на сервере другая экономика и другие цены. Поэтому, чтобы заработать деньги, нужно найти работу для новичков. После этого вы сможете начать развитие вашего персонажа на сервере FFM. Но помните, что у каждого сервера свой владелец, поэтому от него зависит обновление сервера и будущие функции. Если сервера GTA Online работает более 10 лет, это не означает, что этот сервер будет работать столько же времени. На этом всё, если вам понравилось это видео, тогда подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр.